еще в бронзовом веке здесь было древнее поселение наши предки из меди и олова изготавливали орудия труда и украшения а сегодня это 3 по численности населения город в гомельской области где проживает более 75 тысяч жителей они тоже умеют закалять сталь и ковать железо пока горячо история этого места соткано из нескольких сотен событий тысячи важных решений и миллионов тонн выпущенной продукции думаю вы уже догадались мы в городе белорусских металлургов где живут стальные волки и люди железным характером и выдержкой нашей съемочной группе уже не терпится с ними познакомиться железный железнодорожный узел молодой машинист грузович поезда на свой страх и риск совершает первый рейс превышением весовых норм в пути обнаруживается неисправность машины бригада на ходу занимается ремонтом а главного героя отстраняют от работы это краткое содержание популярного в советские времена фильма зеленые огни красивые съемки железнодорожной техники того времени сделаны на местной станции а вот они стальные нервы города впервые гудок паровоза жлобе не прозвучал в ноябре 1873 и информация вам для размышления первый квалифицированный доктор появился в этом месте только 17 лет спустя промышленный жлобин формировался в девятнадцатом веке его прозвали городом железнодорожников как раз в это время через него прошла либо воронская магистраль через днепр построили мост а рядом появилась станция под названием остерман это был мощный толчок для развития жлобин превратился в крупнейший железнодорожный узел 1919 стал волосным центром спустя пять лет районным а 3 июля 1925 года ему присвоили статус города жлобинская земля край новатор здесь получили прописку несколько имиджевых предприятий страны одно из таких белорусский металлургический завод крупнейший в европе численность персонала около 11 тысяч человек первоначальная производственная мощность предприятия 700 тысяч тонн стали в год общая география экспорта за 35-летнюю историю завода 118 стран мира в честь таливаров в городе назвали бульвар дворец культуры и даже хоккейную команду у нашей съемочной группы появилась уникальная возможность заглянуть на тренировку к игрокам крупнейшей хоккейной команды белоруссии металлург они знают терпение труд все перетрут уверена многие болельщицы все бы отдали окажись они на моем месте с трибун наблюдаю за тем с каким упорством рвением хоккеисты готовятся к очередному важному матчу игроков металлурга величают стальными волками главные качества которые они унаследовали от хищников бесстрашие и преданность в их случае любимому делу звездный новичок команды нападающий алексей михнов с ностальгия вспоминает о начале своей спортивной карьеры говорят трусный играть в хоккей я не трус но я боюсь благодаря вам я наверное во второй раз жизни стала на коньке а вот вы помните свой первый раз на самом деле было очень давно совсем был маленький уже больше 30 лет прошло у вас намного лучше получается когда мы все-таки начинали было действительно страшно да уж мне действительно повезло когда чувствуешь поддержку стального волка море становится по колено не говоря уже о ледовой арене родился алексеев киеве за плечами огромный опыт и десятки успешных матчей когда были маленькие с братом очень часто болели в детстве и родители решили отдать нас чтобы укрепить иммунитет чтоб чем-то занимались и перестали болеть кстати после этого абсолютно ледовую дружину зарегистрировали в жлобине в 2006 многие поначалу не предполагали что отчаянные парни в скором времени станут признанными фаворитами беларуси вот поехали отдавать еще кружочек ребята желаем удачи спортсменам благодарим за интересное общение и направляемся туда где живут настоящие волки уютное место которое раскинулась на живописном берегу реки днепр одно из самых любимых у туристов жлобинский зоопарк что ж мне кажется самое время познакомиться с его обитателями пойдем муфлоны олени еноты лисы птицы обезьяна по кличке никита а также крокодилы удав и питон рептилии до весны из-за погодных условий скрыто от глаз посетителей зоопарке 76 видов животных здесь же и шакира так зовут красного волка который внесен в международную красную книгу всего в мире осталось до 100 особей ну-ка вставай давай не ленись это уже совсем давай 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 вот молодец так смотритель общается со старейшими представителями зоопарка город медведи зовут буся и джин мед сотах и сырые яйца любимое лакомство а рацион богатый не кушает морковку кушает курицу мясо рыбы рыбы они едят только селедку речную рыбу есть не хотят в качестве сладкого даем печенье можем давать пряники карамель конфеты повидло масло сливочное хлеб батон рядом один из самых буйных постояльцев филя буйным он бывает только в период размножения когда у него гон это сентября по ноябрь в обычное время он достаточно благоприятно относится к людям вот видите даже все время подходит то есть люди приходят людям нравится вот приносит угощение филя приехал сюда прямиком из гродная живет здесь уже 11 лет а это один из новых обитателей зоопарка черный аист которого доставили сюда раненым все за чувствуют себя неплохо аппетит умеренные правда говорят летать она уже никогда не сможет опернатые что по соседству весьма неугомонные разрешите представить наталья и гамлет говорят он произносил отдельные фразы и даже называл свое имя гамлет гамлет на гомельчине всего два зоопарка в октябрьском и жлобине местные славятся еще и историями звериной дружбы и преданности у вас есть возможность услышать их лично информация для тех кто обычным животным предпочитает плюшевых в городе мягкие игрушки изготавливают местные жители хотя многие ошибочно полагают что производят их на фабрике искусственного меха а вот и нет там шьют одеяло подушки и перины а игрушки можно приобрести на универсальном рынке с 4 ночи до 9 часов утра жлобинщина край уникальный богатые леса причудливые озера полноводные реки днепр перезина и добосно вдоль и поперек пронизывают территорию района не случайно на гербе города ладья жлобин возник на земле где проходил исторический торговый путь и зваряк греки теперь корабль на горизонте местные жители могут увидеть только на бульваре металлургов обратите внимание ладья металлическая видимо таким образом решили отдать дань сталеваром здесь же установили железную птицу символ сплоченности и единства горожан что касается днепра он давно обмелел для судоходства а много столетий назад местечко жила за счет торговли тогда продукты меняли на ткани пряности вино и прочие заморские товары впервые жлобин упоминается в 1635 году согласно документам именовали его и злобином когда он успел превратиться в жлобин историкам точно неизвестно словен от слова злость произошел и местные поговаривают что в этом месте водились злые силы так ли это совершенно верно вы правильно сказали дело в том что у нас еще здесь было очень много болот и это было такое злое место хотя есть еще версия что беглые каторжники полюбили вот это буквально место и здесь по вечерам было тяжело выйти на улицу и страшно на территории современного города первые поселения людей возникли задолго до основания жлобина еще в первобытное общинное время мы в парке приднепровский это уникальное место потому что с него город и начинался именно здесь археологи обнаружили следы первого поселения периода железного века дата первого упоминания жлобина как я уже сказала 1635 год тогда это было не укрепленное местечко а рядом существовал замок злобин 1654 войска казацкого гетмана ивана золотаренко замок сожгли крепости не стало единственное напоминание о ней парк приднепровский стоящий на месте замка злобин и макет хранящийся в местном музее это была типичная постройка того периода как вы видите по всему периметру было оборонительное сооружение деревянное все сделано из дерева и внутри были дома и обязательно церковь то есть особого здесь точно ничего не было единственное вот это как раз не укрепленное местечко здесь жили ремесленники земледельцы и торговцы на берегу реки днепр организовали базарную площадь ярмарки на ней проводились ежегодно и их почему-то называли вяземскими для того чтобы попасть торговой ряды необходимо было сделать подарок кому история умалчивает продавцы носили одежду исключительно белого цвета товар перед продажей непременно упаковывали среди торговцев было немало китайцев в девятнадцатом двадцатом веках по днепру сплавляли муку селедку сахар пшеницу керосин и строительный камень торговый бизнес занимал немало сил и времени только дорогачева нужно было добираться целые сутки сейчас это историческая часть желобина каменный храм на возвышенности вырос в конце 19 века а скоро мы увидим еще одну древнюю церковь это местность на протяжении нескольких столетий была предметом жарких политических споров название поселка стрешин фигурирует во многих документах деревянный замок находившийся на этой территории штурмовали черниговские князья москвичи и казаки этот населенный пункт первый из тех которые упомянули документально после второго раздела речи посполитой екатерина вторая передала стрешин графу ивану остерману он и возвел в 1807 кирпичный покровский храм стиле классицизма не разгаданная современниками тайна система обогрева церкви батарей или печей здесь не было а в самые лютые морозы можно было выстоять на службе в одной только рубашки говорят все благодаря листьям которые складировали в подвале и поджигали по полым стенам поднималось тепло и даже зимой внутри храма была плюсовая температура вот такая система одним из первых священников церкви был иерей иоанн гашкевич отец святого праведного иоанна кармянского спустя время он стал покровителем гомельщины возрождать культовое сооружение начали в 1989 это была всенародная стройка известно что помощь в реставрации святыни оказывали даже неверующие люди церковь удалось возродить пусть и не в первоначальном виде к сожалению из внутреннего убранства до наших дней ничего не дошло в 1991 храм осветили улица первомайская в начале 20 века тут возвышалась католическая каплица которую на деньги прихожан перевезли из близлежащего рогачева 1992 здание открыли историко-краеведческий музей в первой этнографической экспозиции видим орудия труда и охоты предметы быта предков уникальную коллекцию старинных самоваров и тот самый деревянный макет жлобинского замка который находился на месте современного города следующий зал рассказывает историю строительства железной дороги фотографиях муляжах и неотъемлемых атрибутах профессии это прародитель современного мобильного телефона коммутатор связи такие аппараты были во всей беларуси и жлобинская железнодорожная станция не было исключением с коммутаторами как правило работали девушки чей рост был не ниже 165 сантиметров живи я в это время обязательно прошла бы кастинг а мы идем дальше мое внимание привлекает экспонат имеющий довольно курьезную историю это копия письма к товарищу ленину его написал вождю жлобинский аптекарь рабкин у которого красноармееца отобрали велосипед на то время между прочим единственный в жлобине что интересно ответ пришел с указанием средства передвижения вернуть еще одна экспозиция посвященная военным действиям на территории жлобинского района и землякам героем великой отечественной 63 стрелковый корпус под командованием генерала петровского 13 июля 41 нанес противникам мощнейший удар гитлеровцев отбросило почти на 32 километра назад оборону города держали более месяца таким образом были спасены 56 предприятий в тыл вывезены тысячи людей железнодорожный узел уже 25 июня перевели на чрезвычайный график работы в депо смонтировали бронепоезд и направили его в прифронтовую зону стали изготавливать санитарные вагоны летучки желобине из трешини создали истребительные батальоны и отряды самообороны а с началом оккупации появились лагеря военнопленных самом жлобине таких было два в годы великой отечественной в оградке красный берег появился немецкий госпиталь рядом с ним на территории бывшей воинской части гитлеровцы организовали сборный пункт через который в том числе прошли и детям в красном береге находился самый крупный в европе донорский концлагерь в жлобинском добружском рогачевском районах фашисты насильно отнимали детей у родителей и проводили забор крови спасение для раненых немецких солдат и офицеров которых с каждым днем становилось все больше немало жутких истории о донорском концлагере красный берег можно найти в интернете пишут о шокирующих издевательствах резаных пяточках и подвешенных детях согласно документам из национального архива истории беларуси здесь такого не происходило хотя страх слезы холод и голод детишки хлебнули сполна как взрослые каждую весну рядом с мемориалом расцветает яблоневый сад посреди деревьев памятник который спроектировал лауреат ленинской премии леонид левин фигура истощенной девочки собирательный образ всех детей сгоревших в пламени ужасной войны если взглянуть сверху территория напоминает солнце с лучами один из них черного цвета проходит через мертвый класс как символ украденного детства на белом паруснике несколько десятков имен ведь война не выбирала какой национальности ребенок одинаково гибли как белорусские так и еврейские дети и тысячи в братских могилах остались безымянными 24 мольберта с красочными рисунками символ мечты которой не суждено было сбыться а теперь папа как взгляну на себя в зеркало платье рваная лоскутках номер на шее как у преступницы сама худая как скелет и соленые слезы текут из глаз это отрывок из письма 15-летний кати сусаниной которую она отправила своему отцу на фронт перед самоубийством девочка была готова на все лишь бы не уехать фашистскую германию действительно тех кто оставался жив группами по 12-15 человек отправляли за границу 1990 детей прошли через лагерь красный берег и назад не вернулись когда-то здесь по центру комнаты располагалась деревянная перегородка сверху ширма с прорезями на полу стояли табуреточки через определенное расстояние малышей садили на табуретку маленький ребенок просовывал ручку в прорезь ширмы и у него брали кровь для анализа а на территории бывшего помещичьего имения военные годы работал немецкий госпиталь в доме магнатов готовских и козел поклевских еще в конце 19 века здесь танцевали мазурку устраивали светские приемы играли в настольные игры загородный дом дворянского рода построен по проекту профессора архитектуры петербургской академии художеств виктора шрётера практически полностью сохранился в первозданном виде этакий путеводитель по истории архитектурных стилей здесь все продумано до мелочей вот к примеру бабочки символизируют бесконечность ведь хозяин имение мечтал чтобы она стояла здесь вечно а листья винограда символ христианства владельцы имения были верующими людьми поэтому в одной из комнат загородного имения была домовая каплица день владельцев особняка начинался с молитвы есть же и заканчивался все экспонаты 18 19 века подлинные 126 лет нашему зданию столько же лет этому прекрасному потолку и за все время существования усадьбы этот потолок не белили не красили вообще не трогали причина достаточно простая дело в том что потолок выклеен пластинами сусального золота какие породы дерева использовали при создании потолка я вас удивлю это не брус а гипс качество работ поражает даже опытных современных строителей во дворце находилась богатая галерея живописи произведения семирадского и вазовского кондратенко будуар освещали настенные люстры ряд салонов стены и софиты были покрыты полихромной росписью всего 36 покоев в этой комнате реставраторы восстановили цветовую гамму стен здесь развлекали гостей миллионеров а под этим камином находилась комната сейф где хранили золото поклевские козелы могли себе позволить по меркам того времени практически все еще бы виноторговцы горное золото промышленники владельцы азбестовой промышленности на урале и первого пароходства на реках западной сибири екатеринбурге италицы тоже сохранились их особняки как вы уже успели заметить хозяева для строительства имения денег не жалели а вот лестницу почему-то сделали цементный оказывается в конце 19 столетия в российской империи этот материал был гораздо дороже мрамора а эта комната старшей дочери владельцев мария которую родители нежно называли манютой одежда и обувь в идеальном состоянии хочу обратить ваше внимание на то какая талия на этом платье и какие шиколотки у этих ботиночек я о том что девчонки тогда были но очень изящные объем талии этого платья составляет всего лишь 48 сантиметров территория усадьбы спрятана за кирпичной оградой чтобы никто не мог помешать прогулкам хозяев по английскому парку площадью 10 гектаров ни в коем случае не проходите мимо этого загадочного валуна говорят каменная сова обладает уникальной способностью исполнять желание приезжих проверим услышала ли каменная птичка меня в парке в основном растут хвойные деревья встречаются также дубы и липы каштаны и экзотические породы такие как бархат амурский и грецкий орех но особой популярностью приезжих пользуются старый ясень работники усадьбы говорят что нужно обнять это дерево как можно крепче и приход второй половинки не заставить себя долгождать а мы насладившись местными пейзажами возвращаемся в сам жлобин жлобинская земля по-настоящему уникальна она подарила спортивному миру олимпийского чемпиона по метанию молота василия руденкова серебряного призера олимпиады в мюнхене владимира лавецкого сегодня на территории района работают 15 промышленных и 19 сельскохозяйственных предприятий действуют 27 религиозных общин в жлобине проводят фестивали республиканского и областного уровней знаете за время нашего маленького путешествия у меня сложилось впечатление что в этом городке гомельской области умеет не только закалять сталь производить искусственный мех и достигать успеха в спорте несмотря на первоначальное название города злопин жители столетиями доказывали обратное радушие и доброта главный бренд этого места лежайте в жлобин и убедитесь в этом сами